Всем привет! С вами Слава Игрушкин и сегодня это обзор на новую подделку Гулия Классрум. Начну издалека, с коробки. В моем первом видео, когда я в первый раз делал обзор, у той подделки была коробка, которая тоже копировала, как вы могли заметить, коробку из серии Sweet 1600 Дракулауры. Здесь она копируется на свой лад, то есть изменено название Beastie Girl с The Devil's Party, вечеринка Дьяволиц, можно сказать, арт Фрэнки, маленький оригинальный с ключиком, измененный логотип, совершенно по-иному нарисованный черепок, явно взяли левый какой-то, BG, как Beastie Girls, сокращенно, вот так вот они переначали на свой лад. Сзади опять арт Фрэнки, на той коробке тоже был арт Фрэнки, правда неофициально, здесь он скопирован конкретно с этой коробки, из этой серии. Также из этой серии мы видим остальных персонажей, Дракулауру, Клодин и Клода, и фотографии, промо-фотографии некоторых кукол, это вторая волна базовых кукол, булия базовая. Вот, по бокам у коробки ничего нет, кроме вот этой нижней части, где написано всякая ерунда. Что еще интересно, коробка, как оригинал, имеет скошенную форму, и, кстати, здесь три вот этих вот места, где она раскрепляется, коробка. Здесь просто сплошная, но здесь она не склеена, как обычные коробки, все стандартные, а также открывается сбоку, наверное, как у оригинала. Все проклеены, правда, скотчем на несколько рядов, здесь, 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 здесь. то есть китайцы как-то больше заботиться о том чтобы коробку не раскрыли внутри на этот раз они тоже постарались скопировать все вот эти вот включение как сказать-то вставки в общем вот видите они все крепятся на бумажке на скотч место для ключика вместо которого вместо ключа открывающего какое-то там приложение прилагались два вот такие маленькие два ключика такие толстенькие объемные у них есть сквозная дырочка их можно может куда-то повесить может что-то извратиться сделает из них сережки не знаю ну коробка скопирована очень очень детально опять но между прочим несмотря на то что какая здесь была качественно шарнирная кукла она стоила 313 рублей то подделка не шарнирная кладин стоила пятьсот пятьдесят с точно такой же коробки это безумие конечно ну и ладно также шла стандартная расческа зигзагом вместо надписи монстр хай они у всех идут они одинаковые они не интересны также шло второе платье которое как бы идет в подарок в оригинале это платье дарила кладин она шла с кладин из этой серии платье на самом деле очень хорошее хорошо пошито но интересно на его можно нарядить еще одну куколку я очень рад что особенность этой серии заставили китайцев дать нам еще одно платье еще бы одну пару обуви давали было бы вообще зашибись вот непосредственно к самой кукле вообще в общем и целом хочется сказать что это подделка на просто порядок выше стоит чем все мои остальные подделки по уровню копирования как видите сама кукла это серия классрум совсем никакая не сладкий 1600 дракулаур и вот здесь на футболке надпись монстр хай на ней даже ее пропечатали написано физдэ то есть physical dedication физическое воспитание бантик вот этот вот именно штанах приклеен клеем как знаете из этих из пистолетов клеевых но в общем и целом у эта форма ей как бы идет по телу ничего такого расползающего если кривого страшного хорошо сшитые аутфиты никакого оригинала конечно но тем не менее так и как я всегда начинаю снизу вверх смотреть на куклу у куклы мало того что тоже монстрячая нога у нее пластмассовые обе ноги не как вот у других подделок которых нижняя часть ног резиновая они пластмассовый как у оригинала и единственное что я мог заметить отличие вот оригинала это то что большой палец слегка скошен внутрь наверное для того чтобы одевать разные ботинки которые у подделок не разделяются на левые правые они симметричные наверное поэтому скошенный палец чтобы они хорошо налазили на любую ногу но это совсем мелочь я скажу что у этого даже не заметить если не присматриваться посмотрим что у нас там с телом обувь у нас знакомая дракулаура день фото вот наша куколка нют на спине у куклы нет вообще никаких надписей не сделано китай ничего никаких то номеров например вот моей девочки помы мы наверное что то сможем наблюдать да здесь что же здесь made in china и какой-то номер здесь этого нет кукла чиста и это очень очень интересно и привлекательно то есть у него спина чистая я считаю это плюсом дальше руки у нее пластиковые такие же как у оригинала в принципе и что интересно у них не просто вынимаются в в локте и запястье руки у них разный размер штырька в кисти руки и запястье он поменьше в локте он побольше как у оригинала потому что у обычных подделок с шарнирным телом с нашими любимыми резиновыми конечностями которые вот видите они одинаковы то есть это другой уровень и кстати если вот эти вот руки трудно было пристроить оригиналу здесь я в локте пробовал вставить эту руку оригиналу фрэнки а у которой рук нет я прекрасно ее ставил и еле-еле вытащил потом с мылом боялся сломать вытаскивал но они прекрасно подходят оригиналом наверное кисти подойдут оригиналом сильно я этого не смотрел но это очень-очень-очень хорошо и все говорили что в этой серии жестовые ручки я пришел в магазин и смотрю рука то обычная думаю ну и ладно кукла сама классно а потом прихожу домой смотрю на вторую руку и вижу что она жестовая то есть у нее левая рука жестовая такая обычная вот такая особенность что из еще одной особенности это то что мало того что скопирован молд лица полностью куклы без изменений он с нормальными глазницами то есть они не сплющены не выровнены и у остальной всей серии и у этих кукол тоже нормальные глаза то есть молд не деформирован у них мейк не наносится по объемной части глаз на не выровнены а еще интересная деталь у головы я сразу заметил она может наклониться в одну и в другую сторону но вперед и назад не очень хорошо все дело в том что это у этой куклы шеи не таблетка как мы привыкли видеть а настоящий шарнир я не буду сейчас доставать я делал фотографию и там видно что прорезь она как раз сделано для того чтобы качалась голова в стороны немножко она может наклоняться вперед если она голову повернет в бок она может ее наклонить в бок то есть это гораздо более широкие возможности чем у обычных подделок которых голова часто просто так смотрит вверх и с этим трудно бороться волосы они прошиты двумя цветами очень похожи на оригинальную прошивку этой серии вот здесь также взята прядь закручена и добавлено в хвост сейчас мы посмотрим с вами что у нее с прошивкой вот я распустил ей волосы и смотрю так мы видим вот ряд второй третий там по голове прошивка довольно густая она не под хвост мне много волос у нее есть пробор с этой стороны мы его видим до куда у нас идет так так вот твоя новая расчетка сейчас попробую причесать ее я лично не видел чтобы эту куклу причесывали как она выглядит с расчесанными волосами волосы конечно лучше закрепить как я это обычно делаю клеем изнутри можно кипятком выпрямить и в принципе с распущенными волосами она будет ничем не хуже у нее не открывается никаких лысин если выпрямить волосы она будет вот такой милой гулей у нее есть пробор может не такой густой как хотелось бы но он есть и в целом макияж наносится видимо несколько этапов здесь конечно имеет свои погрешности если вы увидите но в целом он тоже копирует хорошо в отличие вот от других некоторых кукол как я заметил когда с мы был в магазине сравнивал эту куклу когда выбирал и других у других мейк немного изменен то есть у дракулауры которая идет в этой как в этой серии с такой же коробкой у нее мейк немножко другой ну или наносится он как-то своеобразно у фрэнки в этой серии вообще молд дракулауры но дракулауры тоже нормальные глазницы а у фрэнки молд дракулауры и макияж принципе дракулауры возможно только другого цвета это забавно это нормально смотрится у нее у фрэнки прическа очень хорошо тоже скопирована эта челка правда может не очень удачно лежит наверное можно с этим что-то сделать не у всех так еще была оперета у которой молд прям видно что он как углы ли только с его вот этими вот боковыми как сказать прорезями иначе не назову вот попытался сделать вернуть прическу ничего исправим в целом конечно же кукла очень 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 удачная при такой цене она вообще мало чем отличается от оригинала единственное что вот если там присматриваться в резине можно найти какую-то пористые какие-то точечки но в принципе ну и кисти рук немного слабоваты ну держится вот так видите вот они болтаются это вот единственные минусы какие мог обнаружить они меркнут просто по сравнению с тем какая это классная кукла вот из тех кукол что я видел у другой куклы шли у фрэнки платье которая как раз дарила фрэнки которые похожи на то что вот как раз у меня у другого и моей подделки теперь у дракулауры которые вообще из 2 базовой волны свое платье валиты у нее в дополнение идет вот такая же точно спортивная форма но прикол в том что здесь если написано монстер хай скопировано там написано на форме дракулауры их вот это вот 200 girls странно такая вещь то здесь одно там другое но в общем мне вот хотелось бы всех их купить естественно с такое качество за такие деньги я бы использовал как доноров и самих вылюбил и все дела ну что поделать может еще кого в этой серии я не увидел нужно исследовать магазины что еще хочу показать давно давно еще прошлым летом не этим даже покупал я вот такой не шарнирную подделку гулии то есть как вы видите у нее тоже скопирован молд у гулии и тогда это считалось большой редкостью что вообще у кого-то из молд помимо кладин фрэнки дракулауры я хотел стереть и лицо но было очень злым но в итоге она стерлась и все какое-то стало желтое нос как-то выбелился через год лежания я его сейчас доставал она вообще вся какая-то стала склизкая кита выделения резина начала как-то реагировать то есть вообще неудачная кукла и очень жаль конечно что с ней ничего нельзя сделать ну я не знаю может я будущем что-то буду с ней делать но хочу сказать что вот это моя покупка миллион раз удачи чем-то думаю на этом мой обзор закончен смотрите мои другие видео не знаю там пишите хоть какие-то каменты если вам интересно и наверное до скорой встречи очень надеюсь что скоро куплю кучу еще под девочку и смогу вам ее показать до свидания